МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По выборам депутатов в Государственную Думу в этом бюллетене будут расположены фамилии кандидатов, а также его сведения о данном кандидате и наименование партии, от которой он идет. В Государственную Думу от одномандатного избирательного округа номер 127 и выдвигается 9 кандидатов. Второй бюллетень по выборам во Всероссийский парламент стал самым длинным буквально. Более 10 номинований уместились на 60-сантиметровом листе. Здесь избиратели смогут проголосовать за конкретную партию. В списке будет 14 эмблем, однако избирательная комиссия просит жителей обратить внимание, что уже произошли некоторые изменения. Центральная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании регистрации одного из кандидатов от партии ЛДПР, который будет в едином федеральном списке. Эта фамилия вычеркнута будет из бюллетеня. Просим обратить внимание, что это не является каким-то нарушением, это сделано специально и на основании тех документов, которые поступили в нашу комиссию. Для голосования за кандидатов в региональный парламент на избирательных участках также будет два бюллетеня. По единому областному округу система та же. Ставим галочку напротив одной из партий. А вот в плане одномандатных округов Щелковский район оказался в следующем положении. На его территории сразу три округа. Первый Балашихинский, 17-й Пушкинский и 14-й Ногинский. На территории района три разных вида бюллетеня по одномандатным округам. Это номер первый Балашихинский округ, номер 14-й Ногинский округ и номер 17-й Пушкинский одномандатный избирательный округ. То есть в разных частях района будут разные бюллетени применяться. На избирательных участках, расположенных в городском поселении Щелково, жителям предстоит проставить аж целых пять галочек. Дополнительные выборы в совет депутатов города пройдут по 15-му округу. По 15-му избирательному округу у нас пять кандидатов, все, которые подавали заявление, они все были зарегистрированы. Система та же самая, надо будет выбрать только одного кандидата и проставить в квадратике напротив данной фамилии какой-либо знак. Упростят подсчет огромного количества бюллетеней знаменитые КАИБы, которые будут размещены на 107 из 120 избирательных участков. Это электронные урны, которые позволяют автоматизировать процесс подсчета голосов и ускорить, и более прозрачным сделать непосредственно подсчет голосов. Потому что все-таки считает голоса непосредственно машина, и обвинить его в предвзятости, этот комплекс обработки, практически невозможно. Жалоб у нас не было на работу КАИБы. Также в этом году при подготовке участков особое внимание уделили стандартам доступной среды. Так, например, в Медвежьих озерах участок из Дома культуры был перенесен на первый этаж в местную школу, чтобы дать возможность проголосовать жителям с ограниченными возможностями здоровья. Мы заказали несколько специальных кабинок, которые мы будем располагать на больших избирательных участках, и там, где зарегистрированы избиратели, которые у нас являются инвалидами-колясочниками. Достаточно интересная такая конструкция, более широкая она, чем наша привычная. И чуть пониже расположен столик. Информация об участках, на которых можно будет исполнить свой гражданский долг, была размещена в газете «Время», а также распространяется непосредственно на местах. Очень много звонков поступает, что к нам не приходят, к нам не приносят. Но зачастую мы знаем, что действительно приносили пригласительные, но в пылу борьбы за чистоту почтовых ящиков люди просто не разбираются, что конкретно к ним приносят, и в том числе выкидывают наши пригласители. Голосование 18 сентября пройдет по всей России в единое время, с 8 утра до 8 вечера. Не оставайтесь в стороне. Уважаемые жители Щелковского муниципального района, территориальная избирательная комиссия Щелковского района призывает вас прийти 18 сентября на избирательные участки и осуществить свой гражданский долг, воспользоваться своим конституционным правом, проголосовать, сделать выбор в пользу того или иного кандидата по выборам важнейших выборов в Государственную думу, в Московскую областную думу и, естественно, наши дополнительные выборы в Союз депутатов в городской области Ленин-Щелка. Александра Гранич, Михаил Черепанов, Андрей Белкин, телерадиокомпания Щелково.